ребята приветствую всех на своем канале сегодня у нас 9 апреля 2023 года вот записываю видео вот интересная тема как обычно да у нас вопросы матрицы вот сакральные нумерологии всяких короче чудес и всяких волшебства связанных с этой матричной игрой в которой мы находимся вот и видите как дано сам на главной заставке у меня часы вот я нашел хорошую фотографию в отличном разрешении вот этих часов и залепил короче говоря это как фоновый экран моего рабочего стола и и общем как бы но это взамен того чтобы иметь такие часы скажем так то есть я вот их имею у себя на рабочем столе вот так вот я смотрю на вот эти сакральные числа они как бы есть все это нормально тоже можно в принципе так пользоваться но в идеале конечно было бы иметь такие часы на руках понимаете и не просто иметь еще и механические и заводить их вот я сейчас попытаюсь объяснить почему именно механические они на батарейках дело в том что хорошо если вы допустим батарейку сами поставите в часы то есть вскрываете часы сами ставите батарейку и закрываете как бы это вот вы поставили как бы некие свои желания вот к чему будут тикать ваши часы вот эти вот волшебные а механические вы по сути дела каждый день сами подводите подводите значит да завод чтобы то есть как бы у вас каждый день обновляются мысли каждый день обновляется желание и по сути дела вы заводите некое волшебство на ваше желание чтобы работал да вот поэтому как бы я и говорил именно про механические часы чтобы это у вас работала как некая волшебная машинка да по реализации ваших задумок ваших желаний и так далее вот и и что-то в общем это самое тоже мне вот это овощи идею тот часов то но вот эти часы как бы вот которые сейчас на экране видите это мне как бы скинул сергей седлецкий мой товарищ как бы да по разбору все эти матричные как бы до всей этой системы вот подбросил и он обратил внимание говорит виталий смотри говорит почти на всех фотографиях это не только вот этих часов но еще любых других там разных часов это установлено год одно и то же время вот это 10 часов 10 минут ну типа что это означает ну типа почему так ну и тут действительно надо иметь такой как бы пристальный взгляд как бы разведчика или там следователя для того чтобы разобраться что на часах показано да вот во всяком случае вот на вот на вот этих вот на вот этом рекламном снимке до который сейчас на главном экране я вам сейчас попытаюсь расшифровать что что именно фотографируют до рекламщики до когда вот делают вот такие вот там фотографии до непосредственно во первых во первых это сакральные часы да я имею ввиду это волшебные часы вот потом тут указано сакральная нумерология на этих часах до скрытые тройки то есть да некое как бы некое как бы волшебство понимать если что-то прячется это по сути дела как бы спрятанный разведчик понимаете то есть вот вы допустим идете по улице а в кустах сидит разведчик вы его не знаете а он о вас все знает понимать вот тоже самое касается вот таких вот скрытых символов если есть скрытые символы по сути дело вы не знаете но разведчик как бы рядом с вами находится вот а символика она как раз это показывает наличие как бы да рядом с вами вот этого разведчика который либо должен работать на вас либо должен работать против вас вот здесь уже зависит когда от вашего вот настроем мысли вашего сердца к чему вы как бы направлены к чему вы стремитесь вот если если у вас там какой-то присутствует негатив конечно лучше такие часы не носить том плане чтобы они вам как бы не стали проблемы потому что сами понимаете да что все что связано там с творцом со святым духом это все связано исключительно с неким но с неким с неким белым материалом понимаете с некой чистотой правдой правильностью до добротой скажем так то что это некий как бы положительные качества творца которые являются преобладающими вот над темной стороной и значит тут смотрите что я хочу вам рассказать надо что по поводу вот этой картинки что что показано на часах то есть часовая стрелка показывает на 1010 а минутная показывает на 2 10 и 2 это 12 12 видите как написано 12 10 это x и двойка две палки то есть 12 цифра это сакральная цифра она как она проявляется именно сакральность это скрытая цифра 3 потому что парных парных чисел как бы их их нету по сути дела нету всегда как бы является одна цифра она сокрытая вы какую не возьмите там какое-либо там числовое значение там можете взять там три числа там до 55 там цифр там это да вот это числовые значения которые там ну вот там в миллионах там триллиардах и так далее все это как бы все это все равно должно сводиться в одну цифру до чтобы вы понимали вот и его тоже точно так же вот цифра 12 это при сложении 1 и 2 получается 3 и когда у вас часовая стрелка показывает на 10 а минутная показывает на 2 это тоже 12 вы тоже это складываете получаете тоже сокрытую цифру 3 так а теперь смотрите секундная стрелка чё показывает а секундная стрелка показывает вот тут внизу написано 30 30 понимаете то есть идет когда десятичное как бы ц до цифровое значение до цифра идет или как вот вы ноль убираете ноль убираете потому что всегда как бы одна цифра определяющие нету такого чтобы там что-то там несколько цифр что-то определял 1 всегда определяющие вот и вот а вот эта тройка она прописана ноль как бы это не является числовым значением 0 это точка отсчета вот то есть 30 минут это вот троечка видите подписку секунда опять указывает на цифру 3 на на цифру 3 а если допустим вот мы будем смотреть на римскую цифру вот 6 да вот как она написана галка и палка до римская цифра 6 галка и палк то вот это вот галку и палку кругом тоже вот то что мы видели да я вам показывал на предыдущих видео это символику писали на на бронетехнике российской армии тоже галка и палка ну по сути дела это 2 2 отдельные цифры понимаете это две отдельные цифры это единица символ творца единица бог един и пятерка которая символизирует совокупность всех всех цифр нечета всех сакральных цифр нечета то есть это некая командная сборка понимаете то есть это сакральная нумерология и то есть вот эти все стрелки они показывают именно о некой сакральности у некой волшебности до чтобы притянуть взгляды богатеев или там у кого есть деньги чтобы они купили эти часы да и по сути как бы да некая матрица влияла на судьбы людей тоже как да потому что если допустим смотрите если вы допустим не в курсе вот матричных дел там и все это это нумерологии конспирологии всей этой каши если вы не в курсе а вот чисто случайно купили вот эти часы и вы не знаете ничего там что они там волшебные не волшебные сакральные не сам вы не знаете а просто их носите и вы даже не замечаете как эти часы влияют на вашу судьбу но но при таких обстоятельствах часы будут влиять на вашу судьбу как бы непосредственно когда контактирует с вашей душой то есть то что у вас на сердце то что вы будете делать то и будет происходить в вашем окружении поэтому людям как бы свою некой гниль гнильцой как бы внутри лучше такие часы и не покупайте не носить я лишь не рекомендую потому что понимаете здесь символика сокрытого святого духа это как бы но это опасно даже святом писании об этом там говорится что не прощается хула на святого духа духа то есть тут ни в коем случае нельзя не кривляться не извить ничего потому что вы просто не знаете как повернется ваша судьба в дальнейшем дать чё там чё там вам святой духа устроить какие перипетии так что это вот такое так и а что да вот по поводу да еще хотел но вот то вот эти часы я уже прям так обрадовался думаю все-таки классные часы куплю и уже там пошел это сам до 800 рублей на потрачу 800 рублей а когда перешел на сайт от оказывается до белорусский завод вот этот слава часы до производства этих часов и с вот это 800 белорусских рублей в переводе на наши российские рубли то получается 25 тысяч рублей часы стоит то есть эти часы стоят сколько там порядка 200 долларов наверное да или сколько там я просто сейчас не знаю сколько по какой курс доллара к рублю но в общем короче говоря это не дешевые часы это не дешевые часы 25 тысяч рублей ну вот естественно как бы я себе такое позволить не могу ну конечно слава если вы купил все это волшебные часы до хотелось бы тоже такое иметь вот но это это как бы да это вам тоже некий посыл чтобы тоже во первых это красивая деталь гардероба да и и конечно плюс еще и некое волшебство вот к тому что если допустим вы смотрите на мои видео я вам что-то объясняю рассказываю если до вас дойдет то что я говорю то вы тогда будете как бы целенаправленно такие часы на сети будете понимать что от них идет вот плюс ко всему если вы понимаете вот эту сакральную нумерологию которую я выдаю да вы по сути дела становитесь на сторону светлых сил вот это однозначно становитесь на сторону светлых сил потому что темные они такие вещи как бы носить не будут носить не будут то есть они будут делать все наоборот то есть стараться уходить от этого вот там что угодно там вплоть до того что там какие-то часы носить цифровые лишь бы не видят этой сакральной нумерологии а просто чтобы мигали какие-то цифры и непосредственно я участвую тоже подготовил тут одну вырезку из фильма люди в черном 2 где вам сейчас как раз покажу что черные тоже используют вот эти вот часы на тоже вот эту сакральную нумерологию все и прекрасно знают вот но действует наоборот но тем не менее вот то что я о чем говорю они это все показывают я честно говоря даже вот смотрел это эти фильмы там люди в черном смотрел не а у меня фильм очень понравился потому что фильм тоже но некий такой волшебный то фантастика вот кажется что-то необыкновенно а ведь на самом деле это о реальности идет речь просто там сокрытые тоже сокрытые символы и многие подсказки которые говорят о они а нечто как бы то что простые люди не знают и сейчас вот я включу и вам буду как бы да как бы останавливайте комментировать до чтобы вы понимали о чем о чем идет сама суть да вот показанного видео для того чтобы но было понимание так сейчас запустим ролик и объясни мне еще раз какой у тебя план я чего-то недопонял ты не реализовал воспоминания о светочи но на всякий случай оставил подсказки верно на фото ты указываешь на ключ висящий в пиццерии а ключ от камеры хранения на вокзале гранд центром верно и открыв ящик мы найдем следующую подсказку таков план в общем видео он что он его короче спрашивают ну типа что мол типа что ты ему типа тут сделал чё как бы на вот эти вот подсказки кругом все это а он этот рассказывает ну старший этот агент в черном да он рассказывает что он специально сделал некую как бы сеть лабиринтов до поиска как бы дать поиска ответов который поможет в перспективе потом разрешить некую серьезную проблему но тоже что хочу обратить ваше внимание что-то фильме да вот эти два главных героя они вот олицетворяя тоже в принципе как отца и сына да потому что возрастная категория у них разная вот вот этот а джей агент джей а агент кей как бы до 11 пожилой 2 молодой вот вот это по сути дела как сын и отец но тут как бы внесли такую как бы немного как бы контрастность то что как бы сделали вот молодого как бы сына вот по сути дела как бы его чернокожим сделали вот и тут как бы отсутствует отсутствует ну типа как бы проявлены святого духа то есть они не показали здесь типа как некой женщины которая между ними должна была бы быть да но потом они в перспективе там они покажут я я вам покажу непосредственно что короче говоря они ищут типа святой дух ищут для того чтобы там типа как-то спасти планету там или что-то такое в общем сейчас давайте дальше посмотрим я вам покажу дальше то что то что в моих видео то что я озвучивал по здесь все показано и все рассказано просто на это никто особо не обращал внимание а сейчас я вам покажу заострю и и вы поймете о чем о чем как бы я говорил и что в фильме фильмы показывается я надеюсь youtube вот такую вот нарезку пропустит это все-таки не в полный экран фильм показывается но при чем это отрезок давайте хотел сбить с толку врагов вот и вот еще то он важно говорит хотел сбить с толку врагов то есть творец специально сделал тут вот массу ну как типа вот допустим у как в компьютере стоит допустим windows вот и там есть системные файлы которые зашифрованы которые спрятаны для того чтобы пользователь случайно не полез не удалил не сделал там какой-то бяг чтобы система не вышла из строя то есть по сути дела и вот это как бы матричная симуляция в которой мы находимся точно так же тут все устроено до что есть некоторые вещи которые скрытые вот и вот эти два агента они по сути дела являются как типа корректировщиками дачу тут поломано чего надо отрегулировать и вот они пришли погрузились в эту игру и у них память стерта они нихрена не знают но хотят тут разрешить некую проблему и вот они пытаются ее решить в фильме как бы показали вот это вот некий процесс тоже тоже очень интересно просто просто на этот фильм как бы многие смотрят как некое как бы художественное произведение а по большому счету этот фильм отображает нашу реальность понимаете потому что у нас то что я вам говорил у нас система поломана система поломана и она ее надо либо ремонтировать либо ее выключат понимаете выключат ее вот эту игровую симуляцию ну давайте сейчас дальше вот еще послушаем что там дальше будет я вам покажу укажу именно тонкости я сбились толку ты ведь не станешь меня тормозить я тебя у кого мозг работает по устаревшей программе может сходишь за кофе пока я тут вожусь а у черный с двумя кусочками поцелуй меня взад я не знаю что там и не значит смотрите вот еще раз да сейчас хочу вам что показать что-то может сходишь за кофе а он а он рассказывает что мол типа опять по системе там черные два кусочка там и поцелуй меня в попу ну то есть некие алгоритмы дату и все не просто там чуть-чуть а где-то клуба именно по неким алгоритм то что я вам показывал как заваривать чай для того чтобы у вас получился некий божественный напиток с сокрытой символикой цифрой 3 чтобы вы бы у вас была подпитка к матрице понимаете и и спецагент тоже как бы вот это в этом в этом сюжете показано что вот этот спецагент он тоже использует вот эту вот некую подпитку только здесь то что я вам показал рассказал на прошлом видео да то как заваривать чай для того чтобы у вас получился сакральный напиток волшебный напиток для для некой подпитки на чтобы вы были как бы включены в матрицу как как реально часть системы как часть ну как будто вы агент чтобы вам как бы информация приходила чтобы вы понимали что происходит то вокруг вас вот и он здесь как раз вот об этом сейчас вот еще назад сейчас вернемся и я еще раз вот этот момент чтобы вы как бы услышали да вот это по поводу по поводу приготовления кофе и сейчас разберем именно да вот нумерологии что как что как как там кофе он как бы до заваривает по большому счету вот этот спецагент то есть по определенным алгоритмом давайте тебя у кого мозг работает по устаревшей программе может сходишь за кофе пока я тут вожусь а у черный с двумя кусочками поцелуй меня взад то есть понимаете да алгоритм черный кофе с двумя кусочками сахара с двумя кусочками да и типа там еще поцелуй меня в попу то есть что то вот он вот под этим как бы словосочетанием поцелуй меня в попу там что-то как бы зашифровано естественно как бы речь не об этом он просто как бы некий шифр сказал да чтобы не выдавать как бы да непосредственно до полную картину то есть он просто прикалывается типа что опять мол типа по твоей системе там заваривать тебе нести кофе то есть понимаете то есть некий алгоритм чтобы человек как бы имел подпитку да но сама суть как бы да вот то что есть некое как допустим сакральное действие да вот сакральной нумерологии вот даже вот то что вы делаете светом какой-то божественный напиток который будет влиять там на ход ваших мыслей там или или допустим на на ваши действия там будет влиять там и так далее то есть то есть здесь видно да и вот я хочу с вами разобрать непосредственно эту нумерологию которую которую озвучил вот этот вот агент джейтом да поможет молодой парень черный кофе с двумя кусочками сахара то есть кусочки это по сути как комковой сахар получает но все равно что две ложки сахара вот два комочка это все что две ложки сахара так вот два два кусочка сахара получается наверно скорее всего наверняка одна ложка кофе скорее всего одна ложка кофе для того чтобы получилось стройка для того чтобы получилось сакральная тройка да ну я пытаюсь предполагать, как он, допустим, заваривает этот кофе. То есть, одна ложка кофе и два кусочка сахара. Получается, вы некую тройку кидаете, неких веществ, которые символизируют сокрытый символ Святого Духа. Но непосредственно в чашке вы когда будете видеть, а как, допустим, понимать вот эту тройку, ложка кофе и два кусочка сахара? Два белых, одно черное. Два белых – это похожие отец и сын, они похожие. А черное, получается, у них олицетворяет Святой Дух. Понимаете? То есть, у нормальных людей, которые связаны с Богом, с Творцом, у нормальных. Божественность, она олицетворяется с белым, а не с черным. Потому что черное – это некая грязь, грязь черная, понимаете? Вот, допустим, футболку вы запачкаете, она у вас черная, а эта белая, понимаете? То есть, некое пятно вы пытаетесь отстирать, отмыть, чтобы оно было белым, там отбеливателя добавить. Понимаете? То есть, это получается наоборотники. Наоборотники. Надо в таком случае, если вы делаете так, то надо кидать две ложки, две ложки кидать кофе и одну ложку сахара кидать. И тогда у вас получится сакральный напиток. Потому что, как бы, Святой Дух должен быть спрятан. В этом черном кофе он должен быть спрятан, Святой Дух. И он должен, как бы, он не должен быть проявлен. Вы туда ложку можете чайную вставить и показать, как бы, проявленный Святой Дух. То, что я вам говорил по поводу заваривания чая. Но, сама суть, да, вот этого сейчас разбирательства, я вам пытаюсь объяснить, да, что вот этот спецагент, люди в черном, как бы, да, то, что я говорю, они по этим алгоритмам живут, понимаете, агенты. Вот. Ну, это, как бы, это, конечно, сказочно все. Но вы поймите, как бы, у нас в каждой сказке есть доля правды, понимаете? Или доля сказки, а все остальное правда, понимаете? Потому что у нас снимают же фильмы про спецагентов. Что, это что, сказка, что ли? Нет, спецагенты же есть, есть. У нас и спецслужбы есть, и разведка, и контрразведка, и всякие спецслужбы, там, внутреннего характера, там, МВД, ФСБ, там, все это. Вся эта каша присутствует, да? И отделы К, которые там работают, там, тоже в сетях, как бы, интернета, понимаете? То есть, все это есть, все, они работают, как бы, все это присутствует. Вот. Другое дело, какими они алгоритмами действуют, понимаете? Вот, во всяком случае, те, которые связаны с нумерологией, да, и непосредственно там, с вот этой вот сакральностью, да, с некой божественностью, здесь это проявляется немного по-другому, по-другому проявляется. Вот. И, в общем, вот это вот очень, как бы, да, такой, как бы, момент, который был скрыт, а вот здесь, в этом ролике, в этом ролике я вам сейчас показал, что все это работает, все это присутствует. Это единственное, что от нас это скрывают. Вот. Ну, как скрывают? Вот в фильме показывают, вот, но, как бы, люди думают, а, это фантастика, этого не существует. Но, тем не менее, смотрят это с большим удовольствием, то есть, если вы получаете удовольствие, значит, это некая правда, понимаете? Потому что, когда вы будете, вас, вам, допустим, вам будут врать и, да, обманывать по полной программе, вы будете говорить, а, это не серьезно, говно, смотреть не надо, а, вранье. Ну, вранье неинтересно смотреть. А вот именно что-то, как бы, интересное, сакральное, которое там, что-то необыкновенное, которое, да, вам неизвестно, значит, оно есть. Если вы смотрите на это, значит, оно есть. Вот. Так же и вот с этим фильмом тут, да. Ну, сейчас дальше еще давайте посмотрим, послушаем, да. Но, с момента я вам показал, да, вот это вот заварение кофе, да, тут вот обсуждается, как ты, как спецагент заваривает кофе. То есть, там есть некие алгоритмы, то есть, специальные действия некое, понимаете? Так вот, они, по сути дела, вот, буржуазные страны, там, вот, Америка, там, Англия, все, по сути дела, они должны быть наоборотниками, они, потому что они чёт. Вот. Россия, Россия, это не чёт. Это сакральная, это божественная Россия, понимаете? Вот. И Россия не должна быть буржуазной, она должна быть социалистической, потому что это идея Творца. Он непосредственно загружал мир и делал Россию, её делал социалистической, коммунистической, понимаете? Вот. И здесь это всё должно вернуться, потому что, если не вернётся всё этому миру кранты, сама суть, она в чём вообще заключается? Что, что идеи Творца, как бы, они будут проявлялись вот в этой божественности, и вся эта советская символика, она, как бы, тут тоже, как бы, участвует и работает. Я вам сейчас даже покажу, у меня, по-моему, где-то тут закладка есть, сейчас покажу. Сейчас вам покажу, где-то у меня тут, где-то у меня тут есть, по-моему, где-то здесь, нет, не здесь. И перед женщинами тоже. Носит, что важно понимать, вынужденно. Да, когда косо... Сейчас, запускались видео. Так, вот, по-моему, да, вот, нашёл сакральная, сакральная символика, вот, наверное, сейчас вот здесь вот покажу. Вот, в общем, смотрите, вот эта сакральная символика на государственном флаге Советского Союза. Чтобы вы понимали, да, вот это вот красное полотно, это, типа, красивое, да, вот, многие знают, что красное полотно, это, значит, красивое, красное, красивое, такой некий корень красоты. Красное, красивое, красавица, да, красное, красавица, красное, красивое. В общем, да, вот, то есть, вы должны понимать, что это не цвет крови, революция, всё это, всё это фигня абсолютно полнейшая. Это творец непосредственно прописал то, что ему нравится. То, что ему нравится. Ему нравятся вот это вот коммунистические идеи, идеологии, все это, это его. И он это подписал вот этой символикой, понимаете? А символика какая? Вот смотрите, молот, серп и звезда. Молот и серп это некая проявленность, как отец и сын. То есть, да, это некие мужчины, да, то есть, которые в телах, допустим, вот отец, сын, это два мужчины. Они проявлены, а святой дух его увидеть нельзя, как его показать. Вот звездой, звездой, пятиконечной звездой. И именно пятиконечной звездой. Не какой-нибудь там царя, звездой царя Давида шестиконечной. Шестерка это, это как бы чет, понимаете, чет. А для того, чтобы творец показал, что это его, вот он пятерку и показал, пятиконечная звезда. Потому что цифра 5 это командная сборка всех, всех сакральных чисел, да, вот нечета. Вот, и творец все это как бы в символике Советского Союза показал, что это его, его красивое, его любимое это дитя, понимаете. Советский вот это вот, советский блок, да, территория Советского Союза и вообще как бы всей социалистической системы, да, которая присутствовала на момент загрузки там с сороковых годов, вот. Просто потом юзеры, которые сюда подгрузились, да, там, вот эти свеженькие, да, вот. Где-то у меня тут есть, сейчас я попытаюсь вам тоже показать, где-то сейчас у меня тут тоже есть. Сейчас прогрузится ВКонтакте, сейчас вам покажу на фотографиях, тоже у меня тут фотографии сейчас покажу вам тоже по поводу, по поводу вот тех, которые, которые тут сейчас нам чудят тут по полной программе, артисты. Я хочу вам просто показать, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да, вот. Я вот это, я помню тогда еще давно, этот, вот эту фотографию. Хочу вам показать вот это вот, да, непосредственно. Так, сейчас перенесу фотографию, чтобы это, точнее, так. Да, ну, что, вот вам видно, да, смотрите, у нас все люди, которые сейчас, буржуи, которые управляют, да, сегодня буржуазной вот этой России, они все, они все выходцы из Советского Союза, они все, ну, подгрузились, да, они подгрузились на локацию социалистического блока, подгрузились, да, вот, в эту игровую симуляцию, и, по сути дела, их подкупили, их перепрошили, они все члены ЦК КПСС, да, вот, член, член КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, вот, все руководители, включая Путина, да, они все являются членами ЦК КПСС, это непосредственно Центрального, это что у нас, Комитет Коммунистической партии Советского Союза, вот, они все являются членами КПСС, вот, все вот эти деятели, вы можете потом оставить на паузу и почитать все эти фамилии, да, это, по сути дела, все вот эти вот руководители, вот, все вот эти руководители, которые сейчас присутствуют в Советской, в России, да, вот, во властных структурах, они все выходцы из Советского государства, они все члены КПСС, все, абсолютно, ну, получается, они просто предатели, и все, то есть, работают на буржуазную систему, то есть, они перевертыши, вот, и здесь, как бы, такое дело, да, я вот хочу, что вам сказать, что вот эти ребятки, они по большому счету, да, должны тут что-то поменять, в том плане, что должны менять, либо, либо, либо это игровая симуляция, и она, как бы, свернется, потому что, ну, ну, не должна, как бы, вот эта поломанная, как бы, да, фигня тут, да, ну, не, творец, если сделал свою игрушку, свою игрушку, чтобы лицезреть вот эти процессы, некой борьбы, сюда юзеры вот эти всякие разные подгружаются, потом, когда выгружаются, там, получают некие преференции, эмоции, и так далее, делятся своими впечатлениями, от полученной игры, а тут, получается, они подгрузились, и вместо того, чтобы поиграть, они тут стали рулить, тут управлять, типа, уровень творца, да, и сейчас вот сломали вот эту двойственную систему, социалистического блока нету, буржуазия рулит, и в итоге здесь алгоритмы, заложенные творцом, такие, что в случае слома игры, вот, у юзеров будут переставать работать мозги, в нормальном режиме, то есть, они все будут нести ахинею, все будут нести пургу, всякие поступки неосознанные будут делать, то есть, некие глупые поступки будут делать, и мы это видим непосредственно, то, что касается глобалистов, потому что они тут являются управленцами, да, управленцами глобалисты, и часть вот этого правительства Российской Федерации, они тоже, как бы, являются соучастниками предательства своей, как бы, идеологии, в которой они были загружены, да, они были погружены, загружены, я вам показал, у меня на кухне даже до сих пор висят советские часы с советской символикой, которые являются тоже волшебными, сакральными, вот, которые влияют на мое сознание и на мое окружение, естественно, как бы, это отражается, и, но другие, как бы, да, они, как бы, допустим, у них вот этой советской, как бы, советских вот этих вот уже вещей уже нету, они там, допустим, накупили там себе всяких швейцарских часов, американских часов, там, или и всякого другого, там, итальянской мебели накупили всего импортного, и, по сути дела, избавились от части советской, как бы, да, некой системы, да, которая уже на них, типа, не влияет. Но, тем не менее, они-то находятся в локации Творца, который он сделал тут социалистические блоки, поскольку они живут в неком, как бы, западном мире, то есть, желаниями Запада и некими своими хотелками, да. По сути дела, они здесь, в этой локации, у них мозги отключены, по большому счету. Типа, ребят, вы что, вы подгружались сюда, а быть, как бы, коммунистами, а не буржуи. А если вы тут буржуи, значит, вы перевертуши, значит, у вас мозги не должны работать. Все, отключаются, и поэтому они и говорят тут, денег нет, вы держитесь, или там, я раб, я как раб, там, греб, там, 8 лет, на галерах, там, он там, трудился, бедняга, несчастный, блядь, переработался, да. Понимаете? Вот эта вот ахинея, она как раз и связана с тем, что человек находится не в своей тарелке, понимаете, он не в своей тарелке находится. То есть, по большому счету, если ты находишься в локации социалистического блока, ты должен, как бы, бороться, как бы, за социалистические идеи, а не представлять интересы буржуев. А если ты перевертаешь, то все, тебе мозги отключают, и ты будешь нести ахинею. Мы это и наблюдаем, что сегодня происходит. Причем это происходит во всем мире, потому что здесь не просто, как бы, именно здесь сломано что-то, а сломано во всем мире, сломано, понимаете? Потому что это оказывает влияние на весь мир. И как вот, допустим, да, вот с точки зрения творца, как вот, да, вот сейчас вот дальше вот я вам в этот отрывок, дальше покажу, как творец вообще смотрит на наш этот мир, сейчас я вам покажу. Я не знаю, что там, и не хочу, чтобы ты пострадал. Отойди. Эй, Кей, ну-ка, давай уже, открывай. Кей вернулся, дарующий свет! Славься, Кей! Славься, Кей! Славный Кей, погляди, битый солнце! Ты хотел стать королем камеры хранения. О, великий и славный народ камеры С-18! Я что-нибудь оставлял? Да, счетчик времени, дабы он наполнял светом наши улицы и сердца. Где я только не искал эти часы. О, великий и славный, великий, башни... Я что-нибудь оставлял? Да, счетчик времени, дабы он наполнял светом наши улицы и сердца. Я хочу вам сказать и показать, да, непосредственно, вот сейчас заострить ваше внимание, да, что Творец здесь часы вот эти повесил. Они вот эти часы у всех на руках, в квартирах, там, в домах, там, кругом, это все это, понимаете? Это сакральная нумерология в часах. То есть, Творец нам все это нам дал, понимаете? И тут многие вообще не знают, что часы, но и часы, как бы, ну, нормально, как бы, часы. А никто не знает, кто придумал часы, зачем они тут вообще есть, понимаете? Никто никогда не задумывался. Это считается как некая норма, которую под вопрос ставить не надо. Это как некая, как в науке говорят, аксиома, которая не требует доказательств. Ну, есть часы и есть часы. Хотя, на самом деле, никто не может объяснить, кто придумал часы, зачем они вообще нужны, эти часы, понимаете? То есть, это же сложный механизм, я не знаю, там, куча мелких деталей на уровне микро, понимаете? То, что очень, как бы, сложно, как бы, да, в производстве, понимаете? Это не качели сделать на детской площадке, понимаете? Ну, часы. И вот непосредственно часы у нас в этом мире, как некий вот, некий алгоритм, там, отсчеты, отсчеты течения неких процессов, течения времени, да, вот, который показывает процессы реинкарнации, там, да, мы появляемся здесь маленькими детьми, вырастаем, там, становимся зарослыми дядями, папами, мамами, превращаемся. А потом в дедушек, бабушек превращаемся, понимаете? То есть, я говорю, волшебное, волшебное преображение, понимаете? Волшебное преображение происходит. Потому что в живом мире, в настоящем, ничего этого нету. Нету вот этого преображения, там, детства, взросления, старости, в настоящем мире этого нету. И это только в этой игровой симуляции, вот это вот, все эти процессы сделаны, сделаны, понимаете? Вот. А многие думают, что этот мир реальный, а вот то, что реально, то нереально. А вот эта игровая симуляция, она реальна. И я спрашиваю, ну, а что, как тут, что дальше-то, старость, дальше умрешь, а все, да, умер, все, больше меня нету. То есть, одноразовые, понимаете, уже мозги не варят, одноразовые люди. Вот. Это настолько, как бы, промытые мозги и стерта память, понимаете? Для того, чтобы вы тут, даже, как говорится, чтобы комар носа не подточил, вот, чтобы не пришло осознание, да, что вы находитесь в игровой симуляции. Вот. Это так вот, так прописана здесь вся эта система. Вот. А часы, вот, показали вот этот вот микромир, да, показали, да, и вот как вот творец, мол, типа, что я вам, как вы тут, ребят? Да, вот твои часы ты нам тут оставил, мы вот смотрим на время тут, как оно тикает и так далее, да. Но тут показаны, как бы, электронные часы. Вот, западники, да, они не хотят показывать истинное лицо, что, допустим, вот есть циферблаты с этими, с римской символикой, да, по сути дела. Римская символика, это как раз есть некое волшебство, римская символика. Потому что, сами понимаете, что такое римское, что такое Рим вообще, где это Рим, понимаете? Вот у нас есть Италия, там, якобы Римом ее называют, но в Италии никто не пользуется вот такими цифрами, никто не пользуется. А якобы, когда-то там, в какие-то волосатые времена, якобы была какая-то Римская империя, да, вот, как некая сказка, да. Римская империя, которая распяла Иисуса Христа, понимаете? У нас в 1940-х годах ничего нету, ни кладбищ, ничего, никаких информаций нету о родственниках, которые уходят там в глубину, нету ничего. А нам тут какие-то сказки про Римскую империю, тут вот эти римские цифры, просто сами должны понимать, что вот это римские цифры, римская нумерология, это, по сути дела, некая скрытая символика, понимаете, которая отображает какие-то там сказочные процессы, вот. Вот, я, например, это воспринимаю так, никак по-другому, потому что весь мир пользуется обычными цифрами, да, которые выглядят очень даже понятно. Вот, то, что как бы, да, в математике там и так далее, там все это используют сложение, вычитание там и так далее, да, вот. Вот я в школе учился, я помню, что там, допустим, мы там складывали, вычитали там столбиком это самое, умножали, делили, все это через столбик делали. А вы попробуйте вот в эти примеры вставьте римские цифры, вы охренеете там потом столбиком считать, потому что у вас сами цифры идут двойственные, и у вас он 10, 2, это отдельные цифры, 10 это 10, а двойка это двойка, это отдельные цифры, понимаете. Вот, то есть как бы, ну, с римской нумерологией это немного тут, да, вот это такое, как бы, типа такого сказочного. Вот, и вот в фильме, в этом «Люди в черном» тут показали, что вот именно там электронные часы показали, но электроны это как некий, типа секундомер отсчета там, да, типа окончания игры, или как еще тут сказать. Вот. Ну, давайте сейчас вот дальше посмотрим. Где я только не искал эти часы. О, с 90 мечей! Башни часы! Нет, нет, я вас выручу, выручу, успокойтесь. Эй, глядите-ка, титановый корпус, водонепроницаемый на большой глубине. Короче, смотрите, вот по сюжету вот этого фильма тут что получается? Короче, отец, да, вот как вот этот агент, старший агент, да, он уже пожилой такой, да, да, он забирает часы, типа, ребят, все, как бы, ваше время как бы закончилось, я забираю часы, да, то, что Бог тут дал нам в этом мире некую, как бы, процессы, как бы, жизнедеятельности, да, вот некая, как бы, да, вот, время какое-то тут нам дал, да, вот то, что подписывается, там, вот этими годами от Рождества Христова. По сути дела, вот, Творец открыл, открыл, как бы, дверь там, в небесную, открыл дверь, и часы забрал из этого мира, и сказал, все, нахрен, капец вашему миру, нахрен, все, время забираю отсюда. Вот представьте, сейчас вот время отсюда пропадет, все, капец этому миру. Вы не знаете, чего, когда, все, память стерта, мозги не работают, времени нету, все, вообще не знаете, где вы, чего вы находитесь. И по сюжету фильма Творец забирает фильм, это самое, часы, время забирает, которое он тут установил, время забирает. А сын, как бы, да, устанавливает новое время. Это, как, допустим, вот, в Библии, как вот описывается, как вот Христос пришел, дал новый завет. Типа новые законы, новое время, новые понятия, новые взгляды. Вот это, в принципе, вот этот сюжет олицетворяет, вот это действие. Вот, что старший агент часы свои забирает, а младший агент, молодой, как типа сын, отец забрал, сын новый завет дает, новые часы дает. И смотрите, какая реакция по фильму. Клево, верно. Кто ты и знакомец? Джей. Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Хранитель! То есть, видите, тут ситуация какая, вот показана, что вот, ну, по сути дела, люди как бы примитивные, в том плане, что они вот не понимают все это, как бы, сакральность и все вот эти, вот это вот, как бы, да, волшебные такой движухи, они вот эти вещи, как бы, воспринимают, как некую, как некую божественность, да, вот ты, там, готовы молиться, там, на часы, там, или еще, там, 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 среда, суббота, пятница, там, да, вот у кого что, там, святой день, там, лоб расшибает, там, это самое, ну, такое дело. Я тоже, как бы, проходил эту школу, тоже, я был субботником, да, субботу соблюдал, да, вот, так что, вот, ну, это так, я в лайтовом режиме это делал, не то, что я там лоб расшибал, а просто пытался, как-то, типа, ну, типа, ставить себе какие-то задачи, их выполнять и смотреть, насколько это тяжело, выполнять какие-то обязательства, понимаете, это тоже очень важно, вы должны тоже попробовать. Ну, допустим, в Библии написано, день субботний, там, не делай ничего, не работай, а посвяти его, там, Богу, да, ну, вот, 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 вот вам задача, вот, ну, не работать, нельзя брать веник, там, лопату, ничего нельзя брать, вот, вы можете себя, вот, вот, день, как бы, сдержаться, то есть, как бы, чтобы, потому что, вот, человек на автомате просыпается, надо, там, что-то сделать, там, по, убрать пыль, протереть, там, где-то, подмести, пропылесосить, да, что-то, как, суета вот эта жизненная, а вы можете вот так вот встать, как бы, и контролировать себя, чтобы не делать этого, чтобы на уровне подсознания, как бы, да, вот, вам, как бы, вы должны, вроде как, хотите это сделать, а вы на уровне сознания, да, должны, как бы, останавливать эти процессы, то есть, это борьба, понимаете, то есть, некое воспитание самого себя, подчиняться, неким алгоритмам, ваше сознание учится подчинять свое, свой разум, свое тело, подчинять неким алгоритмам, понимаете, вот, точно так же, как бы, это, непосредственно, тоже воспитывается, когда вы, допустим, ходите на работу, вы знаете, что, если вы на работу не пойдете, вас уволят, вы там нафиг не нужны, поэтому вы обязаны вставать, там, в 7 утра и в 9 часов утра быть, допустим, на рабочем месте, то есть, это жесткие рамки, вы должны их выполнять, а если, допустим, вы, ну, перед вами некая ответственность стоит, а если у вас нету никакой ответственности, вот, никто у вас ничего с вас не требует, просто, вот, надо один день, надо чего-то, вообще ничего не делать, вот, возьмите, попробуйте, вот, так вот, себя, проверить себя, вот, ну, какое-нибудь любое действие, допустим, один день не есть, в рот ничего не брать, не есть, попробуйте, у вас мысли будут тянуть, а вы должны, как бы, некую, там, вот, я поставил себе задачу не выполнять, вот, этого не делать, вот, то есть, это некая сложная процедура, но, которая, как бы, воспитывает, ваше сознание воспитывает, чтобы вы были, как некий крепкий орешек, чтобы вы понимали, что вы хотите, и вы должны это делать, ну, вот, и вот здесь, в этом сюжете, вот, тоже показано, да, вот это вот поведение, показано, да, вот, но отражение, как некого поведения, да, вот, людей, на некую, как бы, вот эту символичность, да, религиозности, да, вот, как вот эта религиозность, как она выглядит со стороны, ну, со стороны взгляда Творца, допустим, как бы, да, вот, да, вот, вот этот младший агент Джей, как бы, он, по сути дела, как Христос, да, вот, ну, чисто аналогию, да, вот, он, вот, сами немножко подумайте, как это выглядит. Нет, нет, я вас выручу, выручу, успокойтесь. Эй, глядите-ка, титановый корпус, водонепроницаемый на большой глубине. Клево, верно. Кто ты, не знакомый? Джей. Слабься, Джей. Вот пиолети вы! Джей, хранитель... Прошу. Что? Стойте, заповеди! Скриньшай! Скриньшай! Мы соблюдали эти заповеди, и у нас воцарился мир. Расскажи о них людям. Видеосалон ленточный чёрн. Не делай сладкий, мотай. Загладь грехи своего прошлого, дабы без страха смотреть в будущее. Гребо ценя одной каждую среду. В двукратном размере воздай за все, что получишь в святую среду. Агент только для взрослых в конце зала. Стриптиз. Ужас какой-то. При чем здесь эта карточка? Не знаю. Зачем оставил часы? Чтобы вспомнить. О чем? Не помню. Угадай. Срок истекает в пол... В общем, смотрите, вот тоже, да, вот система какая, чего-то здесь показана. Это он его спрашивает, мол, типа, часы зачем оставил? Он говорит, не помню. То есть, по сути дела, здесь все, кто в этот мир подгружаются, вообще ничего не помнят. Знают, что должны что-то сделать, но нихрена не помнят, ничего не знают. То есть, здесь все, кто сюда в эту игровую симуляцию загружаются, здесь у всех стерта память, здесь у всех стерта, как бы, понимание, да, что тут вокруг происходит. Но, вот, допустим, у спецагентов, как бы, у них есть некая, как бы, внутренний, там, внутренний стержень, память, там, да, которые знают, что, как бы, да, они должны делать, да, допустим. В общем, есть некий, некий путь, они знают его, что надо пройти, что надо сделать, вот. И, как некий лабиринт, они тут находят эти ответы и выполняют это задание. Вот, так что, в общем, вот так, да, сейчас еще до конца его досмотрим этот сюжет. Зачем оставил часы, чтобы вспомнить, о чем не помню? Ну, понимаете, то есть, насколько, как бы, тут все сложно. То есть, да, вот, есть часы, что они показывают, не помним, не знаем нифига, понимаете. И только, вот, благодаря, там, альтернативщикам можно что-то узнать о каких-то, там, сакральных символах, о какой-то сакральной нумерологии и каких-то волшебных вещах, да, в этом мире. Потому что многие думают, что тут ничего такого нету, как, вот, допустим, там, сказка про Алладина, да, который, там, достал этот кувшин, волшебную лампу, которую надо потереть, блин, там, вылазит джинн, как бы, и выполняет ваши, там, три желания. Цифра три, три желания, понимаете, то есть, сакральная цифра три. Она у нас, везде тут нас присутствует, везде нас окружает, эта цифра три. Три желания, там, у Алладина, три желания у Золотой Рыбки, да, три желания, это непосредственно у нас в спорте, там, на чемпионатах, да, обязательно там есть три места, да, три призовых места, первое, второе, третье. То есть, вот эта вот цифра тройка, она тут пронизана, тут этот весь мир пронизан, да, вот, три степени свободы, точнее, этот, как, у нас трехмерное пространство, три мерности, да, ширина, глубина и высота, вот это три мерности пространства. Но, по сути дела, вот, что вот у нас, допустим, как Творец прописал, показать вот это вот, да, связанное с мерностью, да, вот этого пространства, это вот крест, да, вот, на котором там, якобы, Христа распяли, крест, да, вот, обратить внимание на крест. Что, что на кресте, что такое крест, да, это непосредственно две, две пересекающиеся линии. Одна вертикальная, вторая горизонтальная. Так вот, я занимался с гироскопами, вот этими физическими, да, вот, там, на заднем плане, можете увидеть, там, у меня, да, вот там, там, гироскопы на столе стоят. Вот, они что вообще, что непосредственно гироскопы-то показывают? Вот у вас, допустим, два гироскопа, два гироскопа, они вам показывают ориентацию в трехмерном пространстве. Один направляете ось в горизонтальный, как бы, да, вот она горизонтально вот так вот крутится, в горизонтальной плоскости ось крутится вот так вот, да. А вторую ось вертикальный, как бы, да, вот она вот так вот крутится, это гиро-вертикаль, она вот так направлена вверх, гиро-вертикаль, вот так крутится. И, по сути дела, у вас полное понимание, что вокруг вас происходит. То есть, если у вас крены, то у вас показывают гиро-вертикаль. Если вы поворачиваетесь по плоскости, то у вас гирокомпас начинает показывать, в какую сторону вы делаете повороты, смещения. То есть, по сути дела, вот эти гироскопы, пара у меня гироскопов, это тоже некая такая сакральная игрушка, отображение креста с непосредственно с учителем, якобы учителем распятый, Христос. То есть, это некая сакральная вещь, которая как бы там прибит, учитель прибит к этому, то есть, по сути дела, к его рукам и ногам все это прибито. То есть, это по сути дела, то, что я своими руками сделал, можно сказать, это тоже та же самая интерпретация, понимаете. Вот попробуйте сделать что-нибудь свое, допустим, вот вы можете взять, допустим, листок там формата А4 и сделать этот кораблик, да, кораблик. Ну, сложить там, знаете, там самолетики делают там из листка там А4, самолетик сделать, кораблик. Вы можете своими руками что-то сделать, какую-то игрушку, какую-то поделку, которая бы вас там порадовала, я не знаю, сделать кораблик, запустить его в ванну там, посмотреть, как он в воде будет плавать этот кораблик. Или самолетик сделать и запустить, посмотреть, как он летает. И это ваш продукт, ваших рук. А вот попробуйте сделать трехстепенные гироскопы с электрикой, с механикой, со всеми делами. И это уже очень сложный, как бы, процесс. А творец все это сюда придумал, все это сделал и показал в символике распятого креста, с крестом, понимаете. Там отображено как раз вот эти вот две, две, как бы, да, оси гироскопов, которые, как бы, одна направлена по гиро-вертикали, а вторая по гиро-горизонтали, которая дает четкое понимание, что происходит в нашем трехмерном пространстве. Вы вот поставите два вот этих гироскопа, настроенных на гиро-вертикали, гиро-горизонталь, и вы будете понимать, что происходит вокруг вас. Понимаете? Будете понимать. Есть у вас крен, вот эти крены. Или, допустим, вы поворачиваетесь, вам гироскопы это все покажут. Вот. Гироскопы вам все покажут, то есть вы будете понимать истинное положение вещей. Вот. Так что это, как бы, важная очень деталь. Вот это хотел вам непосредственно показать ролик. В общем, с этим «Люди в черном» вот обсудить. Вот. Да, еще хотел тоже объявление сделать по... Поэтому объявление хотел сделать... Да, это по поводу электроника. Да, вот фильм «Электроники» я смотрел. Там тоже фильм, оказывается, тоже матричный. Очень серьезный фильм, матричный фильм «Электроник». Вот. Который тоже, как бы... Я думал, что я там сейчас память освежу и тоже вам сейчас прям расскажу тут прям такую сказку интересную. Оказывается, не тут-то было. Там фильм гораздо глубже, нежели там я дал ему описание, этому фильму. Вот. Там тоже, там сакральные смыслы. Там, ну, просто вообще там, просто обалдеть, там какой сюжет. Там, то есть это матричный фильм, абсолютно матричный фильм, где тоже показан отец, сын, дух святой. Все это показано, отображено. Вот. Как он проявится и какие возможности у него тут перспективные, как бы, есть, да. Что он тут-то будет творить. Вот. То есть, как бы, интересно очень, да, тоже там сюжет фильма поставлен. В общем, я потом в перспективе тоже постараюсь сделать разбор. Так что это уже в следующем видео. Вот. Вот. А на этом, наверное, пока все. Вот. Еще раз вам, как бы, ну, желаю, как бы, вам приобретения вот таких вот сакральных часов. Вот. Если у вас есть возможность приобрести такие часы, если вы человек, как бы, состоятельный, если вы, там, чиновник, если вы, там, обеспеченный человек, я вам рекомендую приобрести такие часы. И вы потом посмотрите, как у вас будут какие-то волшебные дела происходить. Это все равно, что волшебная лампа Аладдина. Вот. В мультфильме, да, там, сказки этой показаны. Вот. А это непосредственно у нас, а это у нас то, что есть именно здесь, да. Вот. Некая сказка, только она проявленная сказка. Вам только надо будет нацепить и подумать о том, что вы хотите и, да, и стараться идти к этой цели. И вы увидите, что у вас, какие будут процессы происходить. Ну, это волшебная, как бы, вещь. Вот. Сакральной нумерологией. Так, на этом, наверное, буду заканчивать. Надо, что-то уже подзатянул, как бы, записи так. Что хотел, в принципе, рассказал, да. В общем, то, что я в своих видео предыдущих рассказывал, вот, по сакральной нумерологии, по приготовлению, там, каких-то божественных напитков или, там, каши, там, какой-то, там, то, что вы будете готовить, там, с некой, там, символикой, там, кидая, там, три щепотки соли или, там, кидая, три ложки сахара, там, да, растворяя, там, все это делая. Вот. Это все, это все связано с неким волшебством, понимаете. То есть, я вот сейчас вам в фильме, вот этом, в отрывке, я вам все это показал, рассказал. Вот. Надеюсь, вам этот материал понравился, этот видеоролик. Вот. Да, вот, кстати, если, допустим, у вас нет возможности купить вот такие часы, да, ну, вот у меня нет возможности. Я бы купил, нет возможности. Ну, я вот на рабочий стол их поставил, да, вот как раз тут хорошая фотография. Со всей этой сакральной нумерологии тут стрелки, по нужным цифрам стрелки стоят. То есть, ну, абсолютно все, 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 как бы в рабочем состоянии. То есть, вы смотрите, дело в том, что, понимаете, тут, в чем еще, как бы, суть тоже заключается. Мы, этот мир, этот мир, в котором мы находимся, мы его воспринимаем глазами, понимаете. Вот то, что мы смотрим, то, что мы видим, как бы, это у нас, как бы, является некой основой, некой реальностью. Все, наша реальность, мы эту знаем, как бы, глазами мы ее знаем, понимаете. Вот, почему я вам показывал, что если одели очки, VR-очки, VR-очки одели, все, у вас крыша, как бы, переворачивается, и вы уже мыслите в той системе, которую вы смотрите через глаза в очки. И, поэтому, на рабочем столе, вот такие, вот, как бы, да, образ вот этой сакральной нумерологии, вот, вы будете видеть это глазами, и, по сути дела, думать будете о сакральной нумерологии. И, я думаю, это тоже поможет где-то вам в судьбе или еще в каких-то моментах, там, ну, я не знаю, какое-то равновесие духовное получить, там, это тоже очень важно, понимаете. Потому что, допустим, быть смелым, понимаете, или, там, быть трусом, это тоже некая, как бы, проявленность Святого Духа, понимаете. И, понимаете, ничего само по себе не бывает, не бывает так, чтобы, вот, там, вы, там, сами были по себе, там, каким-то смелым человеком. Если вы смелый, значит, вам Святой Дух наделил вот этой возможностью быть смелым, понимаете. Или, допустим, вы трус, боитесь вы, там, я не знаю, всего, там, боитесь, там, я не знаю, там, ножика, пистолета, высоты, там, всего боитесь, вот, всего боитесь. То, значит, вам Святой Дух, как бы, дал такую, как бы, да, прошивку, чтобы вы боялись всего. Так что, это все взаимосвязано, понимаете. Это то, что вы увидеть не можете, как это работает, вы этого не видите, но это работает на самом деле. Вот, поэтому, я, как бы, вот, вот так вот, решил, как бы, выйти из положения, как бы, да, вот, сделать на рабочий стол заставку, чтобы у меня, вот, этот образ сакральной нумерологии, чтобы я глазами видел на рабочем экране. Вот. В общем, вот так. В общем, вы можете, как, вот, допустим, часы, вот, тоже вы носите. Это не то, что, прямо у вас, прямо, это должно быть, там, как корень некий висеть, там. Часы же вы тоже носите, вы снимаете, там, вам нужно в ванну помыться, или, там, спать вы ложитесь, там, часы, там, можете снять, там, да, вот, чтобы тело отдохнуло, там, от некой нагрузки. Вы можете снять, там, да, и то же самое, и рабочий стол можете поменять. Поменять картинки, некие образы поменять, потом опять поставить, понимаете, когда вам нужно будет. Вот. Ну, чтобы вы непосредственно понимали и использовали вот эту сакральную нумерологию, и вот эти волшебные часы, чтобы вы использовали, чтобы ваши глаза видели это и понимали, что вы видите. Но, ну, в идеале, конечно, хорошо иметь такие механические часы на руке, такие лучшие, в идеале иметь. Вот. То есть, я, как бы, вам рекомендую. Это, действительно, как бы, волшебная вещь. Ладно, все, наверное, на этом. Спасибо всем за внимание. В общем, если YouTube, как бы, заблокируют, то видео это будет выложено во ВКонтакте, в Майле и в Одноклассниках. Вот. На моих страницах там, в соцсетях, если YouTube не пропустит авторские права по вот этому фильму голливудскому «Люди в чопу». На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.